Привет всем любителям рок-а, и с вами я, Олег Попов, и наш проект Роктуса. И сегодня у нас в гостях именинник Паша из группы Туретта. Паша, поздравляем тебя. Ну, точнее, группу. Сколько, кстати, стукнуло? Пять лет. На самом деле, ребята сказали, как друзья, слушатели, музыканты. Газыря сказал возраст, было всё так интимней, было интересней. Ну, нет, на самом деле, пять лет, и огромное спасибо всем тем музыкантам, в первую очередь, которые, ну, так или иначе, принимали участие. Не было бы их, не было бы того, что вы видели. Кстати, я обратил внимание, какую-то речь сказал. Меня, на самом деле, она, как бы, до глубины души задела. На самом деле, я раньше об этом не задумывался. Лично от себя, я хочу сказать, охуенно сказал. На самом деле, о том, что, как бы, без вас, без этих групп, именно которых нет, грубо говоря, в ротации, ещё где-то, потому что по нашим, как бы, подсчётам, 7 тысяч групп, рок-групп в Москве, да, и, как бы, не могут они, правда, все крутиться. И поэтому твои слова, то, что персоны Грата, наверное, бы этой сцены не было без вас. Ну, то бишь, без всех групп, так что спасибо вам, что вы, естественно, существуете. Вот, ну и вопрос, наверное, стандартный. Когда вы собираетесь, ещё? Следующее мероприятие, это Хэллоуин, конечно, 27 число, здесь же. Ну, вообще, задумано просто мега-декорации, там, мега-всего, много. Раскрывать все секреты не буду, я, как всегда, уже говорить не могу. Спасибо. На самом деле, это речь, я, наверное, больше вернусь к ней. Ну, Хэллоуин, я думаю, вы приедете, ребят, вы придаёте любому мероприятию такую нотку какой-то таинственности, загадочности, ну и, наверное, популярности. Я думаю, мы взаимно поднимаем вот именно то, что называется андеграундом, чего действительно не будет. Но я больше говорил для молодых групп, чтобы ребята не отчаивались, чтобы ребят понимали, что не всё так, вот так, как хотелось бы. Ну, знаю, я счастлив. Вот 4 года, наверное, последние, я могу сказать, что я абсолютно счастливый человек. Вы бы знали, что я только за свою жизнь не делал, но вот сейчас я счастлив. Спасибо, спасибо всем. Ждём 27-го. На этом всё. Спасибо, Роктуис, ребят. Низкий поклон вам. Паш, один вопрос, который меня волнует. Вот спрошу и всё. Все задаются вопросом из поклонников и все. Когда будет клип? Когда снимете, наконец-то, клип? Ну, я надеюсь, что, наконец-то, с составом у нас закончились изменения, которые начались где-то, наверное, года два назад. Очень много музыкантов буквально вылезали на сцену. За две минуты они узнавали, что они сегодня играют с группой Туретта. Ну, да, потому что были у нас такие сложности, что не с кем было играть. Вот из всего состава, кстати, все это старые товарищи, вот, как говорят, воли судеб. Вот, действительно, мы оказались все на одной сцене. Я надеюсь очень, я прям, наверное, на себя в первую очередь надеюсь, что этот состав останется. Ну, и в ближайшее время, как бы, материал готов, материал уже достаточно старый. То есть мы, конечно, пишем новые вещи, но не хочется завершать с этим, ибо действительно нет какой-то, ну, логического завершения, какой-то, может быть, не точки, многоточие, но всё равно нет. То есть нет студийных записей, нет клипа. Ну, я надеюсь, как говорил мой старый товарищ, К зиме раскорячимся. Ну, всё охуенно, всем спасибо. Наверное, всё. Паш, у меня созрел ещё один вопрос, извини. Когда ты на басу делаешь свою коронную штуку, ты, наверное, понял, что это за штука. Я показывать её не буду. Объясни, как это родилось вообще, и почему ты это делаешь. Но реально охуенно смотрится. Это какая-то нотка фирменная твоя. Как это вообще? Объясни. А нет ничего удивительного, нет секрета в этом. Наверное, музыканты, кто разбирается в инструментах, видят, какой у меня инструмент. Я долгое время, да, играл в одной группе, где, собственно, реализовался, очень реализовался, как бас-гитарист. Сейчас, из-за того, что я подошёл к микрофону, я это сделал именно в группе Туретто, и совсем недавно. То есть, ну, пять лет-то пять лет, но, наверное, года четыре назад я могу сказать, что я хоть что-то начал там внятно произносить в микрофон. Естественно, играть я стал меньше. То есть, ну, что-то... Всегда чем-то приходится жертвовать. Ну, это инструмент К-5. Я, когда играл вот именно в той группе, мне неоднократно гитарист навязывал послушать группу Корн. Вот, кстати, там Tribute to Korn была у нас композиция, специально так её задели. Я чего-то не понимал, наверное, в этой музыке. Как-то мне не нравилось. Спустя, ну, опять же, наверное, около пяти лет я как-то случайно в плеере, там, направляюсь куда-то. Не люблю плеер, но вот бывают времена, когда я много читаю, много слушаю. Бывают времена, когда я не делаю ничего. Вот, то есть, какой-то информационный передоз. Я послушал эту группу и, наверное, занёс вот в свой список групп, вот, которые аналоги. То есть, это Red Hot Chili Peppers, Korn. Ну, там, перечислять можно бесконечно, но вот их нельзя спутать, их нельзя... Ну, да, то есть, это аналоги. Ну, и я заболел инструментом. К-5, это про-модель как раз, бас-гитариста группы Korn. Ну, хуйня получалась полная. Когда я первый раз взял в руки, почитав форумы, многие отписывались, ребят, если вы ожидаете универсальный инструмент, там, для блюза, джаза, рока, рок-н-ролла, скопанка... Нет, нет. Вот если вы играете, вот, чёрт и чего, вот, действительно, вот, сами что-то пытаетесь... Это, наверное, ваш инструмент. Не разочаровался ни грамма, ни разу. Очень рад, на самом деле, что обратили внимание. Ну, да, то есть, позаимствовано оттуда, но играю я абсолютно по-другому. То есть, ну, так как играет тот бас-гитарист в Филде, я не могу играть. То есть, у меня своё какое-то, видимо, как-то перенёс. Ну, вот, совсем раскрыл. То есть, это, наверное, более интересная тема, которую можно бесконечно рассказывать. Ну, вот, всё. Спасибо, Паш, ещё раз. С днём рождения, группу вашу. Ну, с вами была Руктуса. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!